Худший сочельник в истории американского фондового рынка. Основные индексы продолжают падать весь месяц. Последний раз такой декабрь у Стандартенпур был в 1931 году, в разгар Великой Депрессии. Индекс Dow Jones потерял почти 3%, S&P 500 чуть меньше, NASDAQ больше 2. С начала декабря все три индекса упали больше, чем на 15%, и вот-вот установят новый антирекорд. Американский рынок потащил за собой и другие. У японского индекса Nikkei самое низкое значение с мая прошлого года. Он потерял 4,5%. Падением открылся и российский фондовый рынок. Акции крупных компаний потеряли несколько процентов. Индекс Мосбиржи упал почти на 2%. Дешевеет и нефть. Баррель Brent рано утром потерял в цене больше 10%, но ближе к закрытию бирж его стоимость увеличилась. Впрочем, баррель сейчас на 7% дешевле, чем утром. В России по поводу падения не переживают. В Кремле напоминают о договоренностях в рамках ОПЕК+. В начале декабря было принято решение ограничить добычу. Российские власти считают, что падение цены – отложенная реакция на соглашение. В США беспокойство куда сильнее. Более того, реакция американских властей на ситуацию способствует панике на рынке. На индексы влияет и повышение ставки ФРС. Это американский Центробанк. И частичная приостановка работы правительства – шатдаун. Нервозности рынку добавляют и резкие заявления Дональда Трампа. Единственная проблема нашей экономики – это Федеральная резервная служба. Они не чувствуют рынок, не понимают необходимости торговых войн или сильного доллара. И шатдауны демократов из-за границ тоже не понимают. ФРС – это как игрок в гольф, который не может загнать мяч в лунку, потому что не чувствует, как надо. Отставка главы ФРС по инициативе президента значила бы, что американский Центробанк потерял независимость. Это бы не придало рынку оптимизма. Исправить ситуацию попытался министр финансов США Стив Мнучин, но только заставил рынок паниковать сильнее. Теперь слухи ходят уже о его скорой отставке. Зато ФРС в будущее смотрят без особых опасений. Мои коллеги считают, что в следующем году экономика будет в порядке. Участники комитета открытых рынков ожидали, что экономические условия потребуют три раза повышать ставку. Но мы постарались, и теперь, вероятнее, потребуется всего два повышения в следующем году. Впрочем, несмотря на хоть и сдержанный, но все же оптимизм финансового регулятора, американские рынки закончат год в минусе. За последние 60 лет это случалось не так часто, и в половине случаев свидетельствовало о скором начале рецессии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...